Стартовала новая неделя Месячника по благоустройству. Работники муниципальных предприятий и других организаций совместно с жителями города продолжают наводить чистоту и порядок. Перечень приоритетных работ в рамках Месячника обсудили на еженедельном совещании с первым заместителем главы города Владимиром Василенко. Это в первую очередь сбор мусора, приладковая, зачистка и вывоз. По некоторым улицам уже приступили и к мойке, проезжей части. Сегодня актуальным вопросом у нас остается по вывозу мусора, по ритмичности, для того, чтобы контейнерные площадки не переполнялись, контроль за перевозчиками. По словам специалистов, выстроить взаимодействие очень важно и напрямую влияет на слаженность и ритмичность уборки. Особенно там, где граничат зоны ответственности управляющих организаций, районах администрации, предприятий и подрядчиков, занимающихся содержанием вверенных территорий. Также по поручению первого вице-мэра повышенное внимание уделили очистке контактных опор от рекламных листовок. Вдоль уличной дорожной сети уже ведутся соответствующие работы. Так, сотрудники энергохозяйства муниципального предприятия ТТУ удаляют самовольно наклеенные горожанами объявления с опор. В первую очередь работа организована на гостевых и туристических маршрутах, локациях с большим пешеходным трафиком вдоль центральных и гостевых улиц Самары, в том числе и по улице Мичурина. Рабочие сначала зачищают контактные опоры, а затем покрывают их специальным антивандальным составом. Антивандальное покрытие держится один сезон. После этого приходится еще раз в следующем году покрывать опоры в следующем слое. Наклеить листовку поверх такого покрытия сложнее, но даже если это получилось сделать, очистка будет производиться быстрее и проще. Очистить от листовок и обработать предстоит 2000 контактных опор ТТУ. Помимо этого, свои опоры приведет в порядок муниципальное предприятие «Самарогорсвет». Мэрия напоминает горожанам о том, что на территории Самары имеется 871 информационный стенд. На этих стендах свои объявления можно разместить легально, без ущерба благоустройству территорий. Несмотря на то, что работы в рамках месячника по благоустройству по-прежнему много, город уже выглядит значительно чище. «Убирают, молодцы, стараются. Чистенько. Во дворе у нас очень чисто. У нас и дворник хороший. Мы возле работы тоже проводили субботник». Чистота и порядок приходят не только в Самарские дворы и на городские улицы, но и на территории организаций. Так сегодня продолжилась генеральная уборка во всех депо муниципального предприятия ТТУ. «Прожили мы еще один год. Пришел апрель. Тоже традиционно стартует месячник по благоустройству города. Мы тоже принимаем свое участие. Мы, как обычно, чистим опоры контактной сети трамваев и троллейбусного управления от объявления. Второе, то, что мы тоже делаем, углублено – это мойка подвижного состава трамваев и троллейбусов». Для внешней очистки задействуют автоматическое щеточное оборудование. При необходимости домывают кузова вручную. В ходе уборки в салонах подвижного состава вычищается вся пыль и грязь, скопившаяся за осень-зиму, и, конечно же, проводится дезинфекция контактных поверхностей. В преддверии Дня Победы сотрудники позаботились и о часовне в память о погибших на полях сражений, которые находятся на территории городского депо ТТУ. Александра Гузева, Николай Епифанов. События.